На страже безопасности сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям провели пожаротактические учения в Жастар-Срае. В ходе мероприятия был отработан план действий и соблюдены все правила безопасности. Подробнее в нашем следующем материале. Боевая готовность, слаженность действий и оперативность. Именно так выглядит работа сотрудников ДЧС. Эти качества они смогли продемонстрировать на учениях по ликвидации пожара. Их провели в одном из культурных объектов города, Дворце молодежи. Выбор места не случайен, говорят организаторы. Мероприятия с массовым скоплением людей здесь проходят довольно часто. Цель – это обучение именно офицерского, руководящего состава, личного состава подразделений для преодоления таких вот ситуаций, связанных с ликвидацией пожара и именно на объекте с массовым пребыванием людей. Как я случаю, что вы сказали? Что есть такой оперативный? У нас, согласно графику, у нас идет почти каждый месяц. Именно в областном центре, проводится и в районах Устанайской области. Именно у нас есть свой график, который подтвержден, подтверждается с начала года, именно по проведению пожарно-таксических учений. Сегодня задействованы около пяти основной техники и четырех специальной техники, также 25 человек еще состава. Дамир Щегена в своей работе главным считает собранность. На службе дорога каждая минута, говорит спасатель. Найти очаг возгорания, ликвидировать и спасти пострадавших – задача главная. На данном объекте, микро-юбилейный 56, был обнаружен очаг возгорания, площадь 200 квадратных метров, примерно площадь. Работало звено номер один, звено номер два, звено номер три, звено номер четыре. Мы обнаружили, звено номер два, обнаружили очаг возгорания в актовом зале, примерно площадь 200 квадратных метров. Я работаю в органах гражданской защиты 2017 года, апреля месяца. Решил выбрать данную профессию, потому что благородное, спасание людей, эвакуация людей, тушение пожаров и имущества. Оказание первой медицинской помощи – один из самых важных аспектов любой спасательной операции. Помимо ожогов и травм, пострадавший может получить и шок. Поэтому психологическая помощь не менее важна. Наша задача, которую пострадавших выносят, мы должны им оказать первую помощь. Бывают такие ситуации, что выносят уже с отравлением угарного газа. Бывает, если там уже обрушение произошло, плюс еще присоединяются к отравлениям, к ожогам, и ушибы там, раны, переломы, всякое бывает, поэтому и ЧАЭС называется. Ну, если выносят нам просто, ну, как пострадавшего, но он у нас живой, без сознания, то есть мы начинаем сразу подключать ему систему для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность всех важных органов и систем. А если выносят уже без признаков жизни, мы, конечно, начинаем реанимировать. Для этого у нас есть и кислородный аппарат, мы подключаем, сразу тоже реанимацию проводим. Если он задышал, например, у нас, подключаем аппарат кислородный и сразу везем в больницу. Несмотря на сложности, спасателям удалось успешно завершить учение и достичь конечной цели. Плановые мероприятия продолжат и дальше. Лучше предупредить беду, чем с ней столкнуться. Работники Дворца молодежи, к слову, все рекомендации спасателей во время учений выполнили четко и слаженно. Алмажина Мангельдинова, Олжас Исинджигитов, телеканал «Костанай».